всем большой привет я очень рада видеть вас сегодня на моем канале за последнее время за мое отсутствие конечно же я совершал кое-какие покупки и сегодня поглядев на все то что я купила подарки же на 8 марта еще кое-какие были я поняла что все в одно видео я не буду вкладывать потому что это будет как-то много неинтересно я опять буду много говорить поэтому я наверное разделю свои покупки на несколько маленьких видео и если вы хотите что-то посмотреть вы его откроете если что-то будет неинтересно вы просто не будете их смотреть сегодня давайте я покажу свой для меня потрясающий подарок на 8 марта и кое-какие покупочки из декоративной косметики ну а если интересно то давайте начинать итак начну с декоративной косметики той что купила себе сама в преддверии по моему это случилось 8 марта мы были на концерте в кремле там какой-то был концерт это было так давно что я уже даже забыла и он закончился там во сколько-то я была уверена что магазины внизу не подготовилась как это за в охотном ряду я думала что магазины там работают круглосуточно но если не круглосуточно я конечно понимаю что я наглею ну хотя бы до 12 оказалось что они работают там гораздо меньше и мы вошли прям буквально за пять минут то я хотела сделать более какую-то грандиозную покупку но не свершилось итак это такая маленькая история предвестник того где была и что купила значит была я в рифгош и купила несколько средств из декоративной косметики которые на тот момент были необходимы были еще необходимые вещи но просто уже не было время потому что они аж свет там уже погасили и так что купила конечно же я купила карандаш для бровей от эсти лаудер у меня это двухсторонний их карандаш автоматический тонкий и в ноль втором оттенке называется он дабл в выглядит упаковка вот таким вот образом думаю что все вы ее прекрасно знаете мне вообще упаковка эсти лаудер очень нравится она такая лаконичная но при этом нарядная и карандаш покупали его наверно в третий или уже наверно даже в четвертый раз да он не экономичный да он быстро заканчивается стоит он в районе тысячи 1200 1300 наверное со скидкой в этих сетевых магазинах но я не хочу даже искать ничего другого потому что он мне подходит на все сто процентов во первых здесь с одной стороны у меня кстати уже и этот карандаш заканчивается хотя прошло еще достаточно мало времени но действительно очень быстро заканчивается уж ничего не поделаешь с этой стороны хайлайтер такая бело-бежевая жемчужная консистенция карандаша которую можно носить как на губы так и под бровь о чем я вообще о чем я говорю нет это карандаш для бровей его этот этот карандаш для бровей нельзя наносить ни на губу ни на под бровь это карандаш которым это тот карандаш которым нужно фиксировать брови он конечно их практически не фиксирует но он придает вот это вот блеск бровям который в принципе должен быть у всех нормальных волос поэтому с одной стороны здесь именно такой мини фиксатор но неплохо тоже держит плюс блеск натуральных волос для бровей и с другой стороны здесь непосредственно уже сам карандаш он очень тоненький он выкручивается туда и обратно что его отличают от мак и имеет очень правильную хорошую консистенцию и цвет он настоящий тауповый карандаш очень хорошо подходит для натуральных или окрашенных шатенок я этот карандаш безмерно люблю и собираюсь пока его покупать вновь и вновь и следующую покупку которую я там совершила тушь у меня заканчивалась и мне нужна была тушь от канейба это линеечка их сенсай я на этот раз взяла версию которая у меня была в предыдущий раз то есть в пустых баночках вы видели тушь которая у меня закончилась это такая же только объемная которая позиционирует себя как объемная а этот тушь позиционируется как удлинение объем типа эффект натуральных ресниц по моему как то так он называется да ну типа как вот просто обычная тушь выглядит она вот таким образом тушь наносится хорошо здесь очень классная и удобная кисточка по крайней мере для меня я вот очень люблю вот такие вот обычные классические старые кисточки она мягкая она пушистая и она очень хорошо прорисовывает она не комкает она делает такие очень красивые ежедневные ресницы возможно для меня в этой туши не хватает объема как я чаще всего люблю но я от нее этого и не требую мне нужно чтобы она не растекалась как я говорила мои глаза такие проблематичные в этом плане поэтому мне такая тушь просто необходима да и до сих пор я просто ненавижу ее смывать вот эти вот комочки я кстати когда была в отпуске у меня почему то там складывалась с этой тушью гораздо лучше и мне было как то гораздо удобнее все это смывать дома что то у меня как то не складывается но эту тушь я очень люблю она действительно делает красивые ресницы она никогда не потечет никогда не осыпется даже если вы потрете глаз она смоется только водой 38 градусов ну и также кстати говоря я хотела там купить вторую тушь ну как бы вот одну от сенсай а вторую я хотела взять тушь от estee lauder которая вот у них вот эта новая ее не было в наличии ну ну как бы ладно и посмотрите мне на кассе дают вот этот вот пробник значит я получила вот этот вот пробник этой новой туши estee lauder она черная у нее очень классная кисточка она силиконовая но при этом у нее такие тоненькие тоненькие волоски которые прям идеально прочесывают реснички с этой тушью невозможно переборщить они будут такие знаете тонкие ей не хватает все таки объема но она делает такие разделенные тонкие длинные слегка объемные реснички на каждый день к сожалению конечно же если потекут слезы она тоже потечет но она не осыпается она как-то не особенно размазывается она хорошо черная и очень ей удобно работать то есть она как-то прям идеально вот прочесывает эти наши реснички и делает такие куклины глазки мне понравилась эта тушь посмотрим как с ней будет дальше следующие покупки совершила в корнере мак я вообще люблю мак но часто случается так что я о мак забываю на какое-то время вообще туда не хожу ничего не покупаю а потом меня вот прям как распирает я все хочу 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 но я говорила о том что у меня закончился карандаш я никак не могу его найти но я обязательно его найду где найду наверное сразу возьму два потому что он действительно классный в этот раз я была в мак и взяла два продукта в принципе хотела взять просто что-нибудь была нацелена на помаду хотела взять какой-нибудь светлый оттенок теней но вот в принципе это и взяла тени давайте про тени тени я взяла вот такую вот однушечку то есть ее в принципе можно вынуть вложить в палетку но у меня пока в палетках все занято я пользуюсь ей одной значит это из последней коллекции вот это вот одна тенюшка кстати эта тенюшка стоит 1130 рублей с ума сойти но тени мак я очень люблю они действительно очень хорошие качественные я выкладывала фотографии своей покупки в инстаграм и сказала что это такой классический оттенок на каждый день под любой макияж забираю свои слова обратно это действительно в баночке кажется что это такой натуральный оттенок он матовый который подойдет как база под любой макияж когда его набираешь на пальчик он выглядит абсолютно так же то есть он такой светло-бежевый серовато-розоватый очень классический очень хороший действительно может подойти под все макияжи но в нем есть такая небольшая загадка по крайней мере на моих веках именно так если у вас не так напишите когда я его наношу на свое веко или скорее всего это от того что когда его наслаиваешь вот я сейчас его наслою и вы увидите какой он имеет оттенок он приобретает оттенок такой слегка лососевый персиковый очень очень нежный но очень видный на глазах то есть это не базовый оттенок который может использоваться как подложка то есть он не такой светлый на самом деле мне кажется если его наслоить вот он прям вот такой на веке вот как вы сейчас наверное видите вот так чуть преломился свет он такой розово-персиковый матовый но красивый но мои глаза только под стрелку конечно же но мне нравится мне вообще тени матовые нравятся у именно мак они очень хорошо ложатся они хорошо тушуют они потрясающе просто держатся но с этим оттенком я так немножечко прогадала хотя абсолютно не жалею потому что он дает какую-то такую изюминку моим глазам но все равно возьму еще пару оттенков конечно же таких базовых потому что они у меня заканчиваются ну и конечно же я взяла помаду это не первый мой опыт помад из мак но вот этих вот пулек у меня кстати говоря не было по-моему никогда у меня были какие-то такие тонкие про лонгуэр по-моему я была ей довольна вот этих пулек по-моему у меня не было никогда я взяла ластер и у меня сайроп оттенок называется естественно я выкладывала в инстаграм и многие меня не спрашивали ну во-первых вот эта вот пулечка она очень симпатичная мне вообще нравится этот лаконичный дизайн вот так вот выглядит сама помада она очень мягкая по своему нанесению она кремовая она не очень яркая с первого слоя она достаточно светлая с двух с трех она приобретает где-то вот такой вот красивый холодный такой лилово розовый оттенок в ней есть чуть-чуть шиммера но абсолютно он не ощущается на губах она хорошо ложится она отлично держится через несколько секунд после того как я ее наношу есть ощущение того что она усаживается на губах и потом держится очень долго она подсъедается но остается пигмент и никуда ничего не расплывается никуда ничего не съезжает губы выглядит хорошо меня спрашивали не подсушивает ли она нет мои губы она абсолютно не подсушивает я ей пользуюсь уже какое-то время достаточно часто потому что она действительно такая ежедневная для меня мой оттенок но не яркий иногда мне не хочется так мне хочется посветлее поэтому я безумно довольна этой помадой и буду расширять свою коллекцию помаду и последнее о чем пойдет речь именно в этом видео это парфюм это был подарок на 8 марта и конечно же это та вещь которую я хотела может быть не именно в этом аромате но это ароматы от Серж Лутенз да в этом году я буду нацелена именно на эти ароматы весь мой прошлый год прошел под эгидой Монталя этот год я думаю что я буду нацелена на именно изучение и привыкание и внедрение в ароматы Серж Лутенз у меня это аромат целлофан такая целлофановая ночь или ночь экзотическая какая-то не знаю нет у него такого правильного перевода сейчас посмотрим переводит как-нибудь еще его не знаю целлофановая ночь ночь в тисках ну что-то типа того и так сам флакон выглядит конечно же потрясающе для меня я такой очень помимо того что я урбанист я еще такой достаточно классический даже тире наверное хай-тековский человек поэтому вот такие вот прямые линии пирамидки мне очень-очень близки здесь конечно же была крышечка которую нужно было открутить вставить сам спрей и уже совершенно стала здесь другая крышка и для ежедневного использования здесь есть спрей в флакончике 50 миллилитров я очень хочу чтобы у меня таких флакончиков появилось несколько он потрясающий я когда-то его пробовала и не раз и он конечно же мне нравился и так аромат созданный в 2009 году аромат для женщин принадлежит группе цветочной и композиция аромата включает в себя мандарин да первая нота и то что сразу взрывает мозг это что-то цитрусовое но я бы все-таки сказала что это либо сладкие марокканские мандарины либо даже какие-то кунгваты вот что-то такое цитрусовое но сладкое асмантус жасмин да очень ярко я честно говоря асмантус я предполагаю но не очень знаю но жасмин точно знаю здесь это очень ярко насыщенно безумно красиво и с первой вот этой нотой такого сладкого цитруса просто взрывает мозг дальше зеленые ноты фруктовые ноты гвоздика зеленые ноты в меньшей своей степени я слышу фруктовые ноты да причем такие знаете красивые сладкие и не свежие свежие в понимании того что фрукты свежие гвоздика я очень плохо знаю гвоздику и мне это оказалось что я не люблю этот компонент в парфюме но здесь мне кажется что я где-то ее слышу и она даже очень интересная и пикантная лилия 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 очень у меня сложные взаимоотношения с лилией потому что это очень насыщенный аромат очень яркий удушающий вплоть до того что болит голова она здесь есть голова не болит но в связи с тем что после нее идет мой любимый мускус который наконец-таки сажает этот аромат на тело и он становится как вторая кожа как платье боди вот что то такое он становится вот как раз в этот момент просто потрясающим сладким цветочным чуть горьковатым в то же время очень близко к телу и дальше идет миндаль древесные ноты и мед миндаль я очень плохо знакома с ним в парфюмерии но мне кажется что именно он придает горчинку элегантность необычность мед он завершает всю эту композицию и становится вот через буквально наверное полчаса уже начинает звучать мед причем такой знаете красивый ощущение того что прям аж какой-то акациевый мед не из банки а вот из цветка или я не знаю от пчелы то есть вот для меня вот он такой он сладкий но в то же время звонкий слегка прозрачный тягучий но со свежими фруктами очень близки к телу такой знаете бежевое платье боди с фруктовым каким-то воротняком вот у меня почему-то какие-то такие ассоциации я его использую конечно еще совсем небольшое время я его разнашиваю но он очень красивый он другой он красивый другой элегантный и наверное итак дорогие мои это было коротенькое видео о недавнешних покупках тире подарках из декоративной косметики и из парфюмерии если есть вопросы и пожелания давайте сделаем вместе это в комментариях ну а мы с вами увидимся в следующем видео где поговорим скорее всего о большом количестве уходовых средств пока 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 Продолжение следует...